Всем привет! С вами Михаил. Сегодня у меня будет видеообзор модуля толкач к мотобуксировщикам ураган. Что такое модуль толкач? Модуль толкач это приставка дополнительная спереди мотобуксировщика для того, чтобы улучшить управляемость, увеличить проходимость. Грубо говоря, модуль толкач толкач имитирует снегоход. То есть была мотособака, представили модуль толкач и у нас получается импровизированный снегоход. Из чего состоит сам модуль толкач в исполнении фирмы ураган? Это у нас сани пластиковые, те же самые, что и сзади. Конструкция крепления. Снизу это кронштейн. Вот такая рама, которая закручена на болтовые соединения к самим саням. Данная конструкция отсоединяется от рулевой колонки. Вот она рулевая колонка. Здесь такие штыри стальные. Он сейчас выпадет, я не буду до конца. Два стальных штыря здесь и здесь закрепляются при помощи таких вот хреновень. Шплинты, не шплинты забываю. Кстати, решение довольно хреновенькое, потому что один уже вывалился. Они слабо держатся. Может их так закреплять, но все равно он очень слабенький. Ненадежная система. Самое сидение на раме вот такой отсоединяется. То есть вот эта рулевая колонка отсоединяется отдельно, откидывается от кресла. Кресло у нас на отдельной раме. Вот такое мягкое, удобное, со спинкой. Так, на руле. Что у нас на руле? Я заказал с фарой светодиодной. Фара хорошая, светит далеко. Мне понравилось. Вот здесь вот у меня провода. Почему они все в изоленте? А все потому, что Ураган делает на спайке проводку. И когда я дополнительно ставил кнопку пуска и остановки двигателя, все провода паяные лопнули. Мне пришлось все делать на скрутке, переделывать. Имеется кнопочка. Вот эта штатная кнопочка на фару. А эту я докупил. Пришлось нарисовать имитацию. Включен, заглушен двигатель. Ну, китайские кнопки с Алиэкспресс заказываем, без проблем ставим на что угодно. Так, ручка газа стальная. Я рад, что теперь Ураган выпускает стальные ручки, не пластиковые. Кстати, вот разболталась, надо подделать. Грипсы очень туго закреплены. Это хорошо. Значит, они не свалятся. Что еще здесь хочется сказать? Посадка. Как человек сидит в модуле толкач? Вот так вот. Ноги, если подворачиваем под себя при рулежке, у нас ногу вот туда, в частности сапог, закусывает. Потом ногу не вытащить. Поэтому сидеть удобнее всего вот так. Почему так еще удобно? Помимо рук мы можем управлять ногами, помогать толкая. На месте у меня с накладками не крутится. То есть мы помогаем ногами. Это очень удобно. В особенности, если модуль толкач нагруженный. Позже расскажу, почему так. Конструкция нехитрая. Сидение удобное, мягкое. Нареканий по креслу вообще никаких. Далее. Само кресло отсоединяется вот в этом месте при помощи болтовых соединений. Я их заменил на гайки-барашки. Тут были обычные гайки. Каждый раз при погрузке в машину приходилось эти гайки выкручивать ключом. Я поставил барашки и вожу с собой еще запасные, на случай, если вдруг они открутятся и упадут. Ну, вроде бы все хорошо. Пока что ничего не сломалось. Так. Конструкция вот эта относится к сидению. Да, собственно, что я здесь рассказывать буду. По результатам тестов стало ясно, что проблем с жесткостью конструкции нет. Нормально. Ничего не сломалось. Все жестко. Профиль здесь хороший. Здесь, по-моему, сороковой на 15 или на 20. 40 на 20, по-моему. Все жестко. И из-за этого оно очень тяжелое, массивное. Вот это минус. То, что вся конструкция достаточно тяжелая. Ну, что делать? Зато прочная. Здесь у нас имеется пластиковый отбойник, который предохраняет от попадания снега в сани. То есть вам в спину, чтобы не летел. Букс может на кочках подниматься и нагребать снег. И вот этот отбойник пластиковый как раз этого спасает. Здесь еще есть резиновый отбойник. Он подвижный. Сама вот эта тяжеленная рама мощнейшая крепится к мотобуксировщику на специальную ось стальную. Данная ось крепится к мотобуксировщику при помощи вот таких двух скоб. И при помощи второпластовой, по-моему, проставки. Если вы заказываете мотобуксировщик уже в комплекте с модулем толкач, то у вас вот эта ось будет установлена. Если вы докупаете отдельно, сверлите отверстие в раме мотобуксировщика, прикручиваете вот эти хомуты и устанавливаете ось. Здесь я снимаю вот эту раму вот в этом месте, раскручиваю вот этот болт, вынимаю его и там внутри имеется проточка. В результате чего у нас не на болт приходится вся нагрузка, а именно на вот эту конструкцию. У нас вот здесь до половины входит вот эта ось, до половины входит внутрь. Поэтому конструкция вся очень продуманная, болт у нас никогда не повреждается и не будет такого, что резьба собьется и мы не сможем выкрутить. Всегда все вот в этом месте я разъединяю. Имеется ребра жесткости, вот здесь ребро жесткости, вот здесь ребро жесткости. Сейчас покажу. Ничего не сломалось. Так что сделано все качественно. Если вы покупаете модуль толкач отдельно, вам придется вот это к подвеске прикреплять на болтовые соединения. Провода с фары из двигателя и также тросик у нас идут вместе вот здесь. Что мне не понравилось? То, что они довольно короткие и нет специальных вот здесь креплений, чтобы закрепить, куда-то их убрать. Они болтаются вот так. В результате, если мы что-нибудь неаккуратно сделаем с задением ногой, мы можем просто оторвать провод или запнуться. Вот это нюанс. Я даже не знаю куда и приделать и как закрепить провода здесь. Ну вот они висят вот так. Провод у нас очень толстый. Это большой плюс, он хороший. Это значит его не порвешь так просто, где-нибудь не порежешь, не повредишь. У нас есть специальное крепление, куда сначала вставляется сам трос, а далее провод поджимает тросик и он остается как бы там зажатый. При этом сам провод из-за того, что он толстый и достаточно эластичный, он не выпадает и удерживает там все. Такие крепления три штуки здесь и здесь. Провода подключаются к мотобуксировщику так же, как и у обычной ручки. Вот этот провод у меня торчит с самой ручки. Он ненужный откинут. А вот то, что во льду, вот это провод как раз с толкача. Но его сейчас не видно. Вот он загибается здесь, заходит и держится там очень хорошо, не выпадая. Тросик подключается у нас с этой стороны, а не сзади, как у ручки. Поэтому там должно быть специально установлено крепление, которое подразумевает подключение модуля толкач. Если его нет, его можно отдельно докупить, установить. Ничего сложного нет. Одно неудобство. Из-за того, что двигатель у меня 15 сил, большой воздухан, он закрывает все вот это место и чтобы установить тросик, нужно очень туда хорошенько подлезать, попадать там неудобно. И зачастую приходится просто снимать сам фильтр, чтобы установить тросик. Вот это большой минус, который мне никак не понравился. Ну, а что тут сделаешь? Если китайцы штатно поставляют такой большой воздухан, тут либо воздухан переделывают самому, либо каждый раз его снимать, чтобы устанавливать вот этот тросик. Ну, а теперь поехали. Сегодня, помимо меня, на толкаче катались еще другие люди. И они действительно подтвердили, что с толкачем управляемость намного лучше. Поэтому я с толкачем не распрощаюсь. Это реально крутая штука. Поехали! Вы посмотрите, управляемость выше, проходимость выше. Вообще круто! Испытание на проходимость в положении стоя. Это наиболее худшая ситуация, при которой я своим весом давлю на перец и они мешают мотобуксировщику ехать. Испытание сидя. В такой ситуации мой вес распределяется равномерно и сани меньше нагребают перед собой снег. Мотобуксировщик идет чуть легче. Пробуем проехать вдвоем. К сожалению, букс отказывается везти двоих человек. Он просто зарывается в сне. Мотобуксировщик идет чуть легче. Где ранее не смогли проехать без модуля толкача. С модулем толкач управления становится настолько легким, что любая женщина может с легкостью управиться с мотобуксировщиком. Если на обычном мотобуксировщике через полчаса вы почувствуете усталость от езды, то с модулем толкач вы можете проехать хоть час, хоть два, и при этом вы не почувствуете дискомфорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На том же самом месте мотобуксировщик с толкачом ведет себя практически так же, как и мотобуксировщик без толкача. Все дело в плотном снеге. Мотобуксировщики. Мотобуксировщики стартуют практически одинаково. Белый выбивается чуть вперед, но эта разница еле заметна и связана она, скорее всего, со склизовой подвеской на нем. За три дня тестирования было накатано 15 моточасов. Было сожжено около 4 баков топлива. Итог данных тестов. Модуль толкач действительно позволяет увеличить проходимость мотобуксировщика, в особенности на рыхлом свежевыпавшем снегу. На оплотненном ветрами и солнцем особого преимущества он не дает, так же, как и значительного преимущества в скорость. Но самое важное преимущество модуля толкач – легкость управления мотобуксировщиком. Разница в управлении настолько значительная, что все, кто пробовал ездить на модуле толкач, уже не хотят кататься на мотобуксировщике без него. Данное видео не является рекламой модуля толкач. Если не верите, попросите у друзей прокатиться хотя бы раз на нем, и вы поймете, что эта вещь вам нужна. С вами был Михаил, до новых встреч, встречаемся на моем канале, всем пока!